Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. От авиамоделинга до компьютерной анимации. В Беларуси стартовала неделя технического творчества. Техника хорошая, скорость. Чем удивляют юные профи? Преступные действия. В Бавруйске начался очередной уголовный процесс над двумя мужчинами. За что попали за решетку? То плюс, то минус. В 1993-м средняя ноябрьская температура в Бавруйске составила минус 7,5 градусов. Последний месяц осени продолжает удивлять метеорологов, когда похолодает. А также американские страсти, белорусская граусадьбы и пробег с Бавруйской пропиской. Город примет участие в патриотической акции «Когда?». Насилие либо угроза применения физической силы к сотруднику правоохранительных органов. В Бавруйском суде стартовал процесс. Обвиняются двое. В чем суд дело? С подробностями Максим Кембель. В суде Бавруйска начался процесс по делу о нападении на сотрудника органов внутренних дел. Статья 364 Уголовного кодекса Белоруссии. На скамее подсудимых двое мужчин. Оба уроженца Бавруйска 1966 и 1986 годов рождения. Первый фигурант уголовного дела ранее был судим. Второй не привлекался к ответственности. Официальная версия обвинения – совершение насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности. Все происходило вечером 10 августа. В составе группы лиц было трое мужчин. Личность последнего следствию не удалось установить. Сегодня, 4 ноября, первое заседание суда, в ходе которого мужчины признали свою вину. Обвиняемым грозит арест или ограничение свободы до 5 лет. Крайняя мера – лишение свободы до 6 лет. Максим Кембель, Максим Моголенко, Бабруйск 360. В Беларуси выздоровели выписанные 88 701 пациент с COVID-19. Зафиксированы 102 313 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 2 573 132 исследования. Такие данные приводит Минздрав. Ведомство рассказало о подготовке Могилевской области ко второй волне. Так, в поликлиниках и больницах региона работает более 4800 врачей и свыше 13 тысяч среднего медперсонала. Во всей области организованы дополнительные точки подачи кислорода. Если в мае в стационарах их было 1028, то теперь 1551. Создан и фонд, включающий более 400 наркозно-дыхательных аппаратов и ИВЛ. Компьютерная томография доступна в Могилеве, Бабруйске, Гречеве и Осиповичах. Обследоваться методом ПЦР в Бабруйске можно в Зональном центре гигиены и эпидемиологии, а также роддоме. Распоряжение криптовалюты, местные красоты и преждевременные деньги. Белпочта досрочно выплатит пенсии и пособия. С чем это связано? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Белпочта организует досрочную выплату пенсии и пособий за 5-9 ноября. Такая информация размещена на сайте организации. Там же опубликован и график преждевременной выдачи пенсии в регионах. 7 числа будут работать только дежурные отделения связи. Подробности можно узнать в контакт-центре по номеру 154. А в Беларуси расширяются возможности использования криптовалюты. С 1 января следующего года для юрлиц и индивидуальных предпринимателей снимаются ограничения по расходованию электронных денег, которые имитируются белорусскими банками. Ими можно будет распоряжаться в рамках своей деятельности на цели, не запрещенные законом. Белавия не будет летать в Ригу и Таллинн как минимум до середины декабря. Эти меры введены из-за ситуации с коронавирусом. Самолеты белорусского авиаперевозчика пока не будут совершать полеты во все пункты России. Рейсы в Ашхабад отменены до 1 января следующего года. Помимо этого, Белавия не будет отправляться в аэропорты Будапешта и Валматы до 27 марта. Белорусы на фоне COVID-19 вместо заграницы стали чаще отдыхать внутри страны. Такое заявление сделали в Минспорта и Туризма. Теперь люди предпочитают путешествовать небольшими группами. Особым спросом пользуются агроусадьбы. Также в приоритете посещение заповедников, которые позволяют находиться на свежем воздухе. При этом во всех культурно-туристических комплексах введен масочный режим. В США завершилось голосование. Согласно последним данным, Джо Байден получает 238 голосов избирателей. Дональд Трамп – 213 при необходимых 270. Оба кандидата уверены в победе. Сначала Байден сделал соответствующее заявление. Затем Трамп, выступая в Белом доме, объявил, что, скорее всего, он надерживает победу. И у него пытаются ее украсть. Но сделать этого политик не позволит. Также добавил, что в стране имеет место большая фальсификация на выборах. По словам главы Белого дома, с нарушениями он направится в Верховный суд. Стали очевидцам происшествия? Бьетесь над решением на болевшие проблемы? Есть эксклюзив. Корреспонденты Бавруськ-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Бабрущане отметят 7 ноября на площади Ленина. Алые гвоздики возложат к подножию известного памятника в 10 утра. Здесь соберутся представители коммунистической партии, исполнительные власти, общественных организаций и предприятий. После пройдет марш-парад Духового оркестра Бабрусьской военной комендатуры. Затем стартует городской автопробег за Единую Беларусь. Курс на мемориальный комплекс сборки в Кировском районе. В патриотической акции примут участие неравнодушные к судьбе страны жители. Юность-интеллект будущей ежегодной недели технического творчества стартовала в Беларуси. Ребят традиционно знакомят с кружками и приглашают на занятия. В Абруське юным ударованием предлагают 10 технических секций от авиамоделинга до компьютерной анимации. Илье Азаренко ни много ни мало 10. За рулем карта мальчик всего два года, но уже добился признания на республиканском уровне. Илья представлял Могилевский регион на 18-й спартакиаде учащихся по техническим видам спорта и привез в родной Бабруськ второе место. Родители всячески поддерживают юного шумахера. Не только привели сына в объединение, но даже купили ему собственный карт. Подсказали родители, мне понравилось потом. Я начал заниматься так. Техника хорошая, скорость. Гонки на картах – первая ступень в большой автоспорт. Свою карьеру с картинга начинали многие именитые гонщики Формулы-1. Михаил Шумахер, Мика Хакенен, Фернандо Алонсо, Себастьян Фетель. Скорость таких машинок, к слову, достигает 100 км в час. А если желания связать жизнь со спортом не возникает, картинг поможет стать асом в автомеханике. Это не только вождение, это и ремонт. Дети у нас сами осуществляют все, как вы видите, сами все ремонтируют, сами все готовят, сами готовят для себя технику. То есть, как они ее подготовят, так они и выступят. В центре дополнительного образования ребята могут попробовать себя не только в картинге. Учреждение насчитывает еще девять технических секций. Мальчики и девочки, юноши и девушки становятся профи в авто, авиа и судомодельном спорте, робототехнике, компьютерной анимации, радиотехническом конструировании и многом другом. Отдел технического творчества очень активно участвует в различных конкурсах, соревнованиях, которые проводятся в нашей республике, в этапах международных чемпионатов тоже. Качество образования в нашем отделе подтверждается высокими достижениями. Республиканская неделя технического творчества традиционно проходит в формате выставок и мастер-классов. Ребятам наглядно показывают, чему и как они могут научиться в центре. Но пандемия внесла свои корректировки. Акция ушла в онлайн. Познакомиться с технообъединениями поближе сегодня можно на страничке центра в Инстаграм. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. В среда в Бобруйске выдалось ветреное солнце, хоть и пряталось, но все-таки временами выглядывало из-за облаков. За окном было плюс девять. Надолго ли тренд? Максим Кембель. Календарь похудеет страницей 4 ноября сменится на 5. Четверг в Беларуси обещают бы сухим и теплым. Лишь на севере страны могут пройти кратковременные осадки. Будет облачно с прояснениями. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Южный ветер сменит западные порывы 4-9 метров в секунду. Ночью до 7 градусов выше нуля, днем столбик термометра поднимется до плюс 10. Последний месяц осени продолжает дарить горожанам сухую комфортную погоду. Удивлять он умел всегда. И не только со знаком плюс. В 1993-м средняя ноябрьская температура в Бобруйске составила минус 7,5 градусов. Это был самый холодный максимум за всю историю метеонаблюдения. Число жертв землетрясений в Агейском море достигло 115. На западе Турции продолжаются поисково-спасательные работы. Это было самое смертоносное стихийное бедствие в республике за последние 10 лет. Всего пострадали 1035 человек. 137 из них все еще проходят лечение. Количество пожаров в лесах Амазонии превысило 17 тысяч. Также участились огненные чаги и в бразильском Пантанале, крупнейшем в мире водном болотном заповеднике. За год выгорело 28% угоди. Эта площадь равна территории Дании. С наступлением сезона дождей в стране темпы распространения горячих бествий снизились. Четверг в Бобруйске пройдет под знаком сухой и солнечной погоды. Дожди не прогнозируются. Западный ветер не превысит скоростной режим в 11 метров в секунду. Ночью будет до плюс 8, днем потепреет до 9 градусов, выше нуля. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Сразу после нас с Ирена. Моя коллега Анастасия Шевцова с обзором громких криминальных новостей. Недели не пропустите. Это все и события к этой минуте. Следите за новостями в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok